Правильное склонение фамилии мужского рода – правило-пример. В зависимости от происхождения, наличия, отсутствия гласной на конце слова либо согласной букв фамилии мужского рода имеет ряд правил для склонения. Глобально разделимых на две большие группы, меняющие окончание, сохраняющиеся без изменений, к первой группе правила относятся. Офф-ин для русских и заимствованных вариантов склоняются по классической схеме. Например, работа Иванова «Картина принадлежит Санину» – «Жду Сидорова» – «Говорит с фанвизиным о крысине». Фамилии иностранцев на ин-ов в творительном падеже приобретают окончание «ом». Пример – роль сыграна Чаплином, герой озвучен Грином. Когда носитель фамилии «Русский» и она происходит от русских амонимов, срабатывает правило с окончанием «ом» в творительном падеже. Пример – от слова «крона» – «идем с кронином» от диалектного варианта Чапля – «катание с Чаплиным». Неударные окончания «я» склоняются по общим правилам. Например, тетрадь глубы, автомобиль Шигды, постановка Куджавы. Грузинские «я» меняют окончания, например, заслуги Берии. А ударные на конце фамилии славянского происхождения предполагают изменение окончаний, например, скваши и сковородой. Твердая или мягкая согласная на конце фамилии превращается в сочетание с гласными при склонении. Например, стихи блока «Интервью с Гафтом передать Мицкевичу». В форме прилагательного склоняется по общим правилам. Например, победой лютого поход к толстому. Ко второй группе правил относятся следующие. Иностранные на «я» остаются без изменений, а «я» ударные французского происхождения. Не склоняются, например, карета, дюма, письма, а «золя», а на конце не склоняются, с окончаниями на «у» и «е» и «ю» остаются. Без изменений при склонении их на конце сохраняет фамилию неизменной при склонении. Правильное склонение мужского имени правило. Например, мужские имена также бывают разного происхождения. Однако правила при их склонении одинаковые при окончании имени на согласную твердую либо мягкую букву или на и краткое изменение происходят. По общему принципу склонения существительных. Ударение остается без изменений, но в однослоговах перемещается. Примеры Александр, Александра, Александру, Петр, Петра, Петру, Тимофей, Тимофея, Тимофею. И я, 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 и я аналогично с особенностями склонения существительных с подобным окончанием. Пример Илья, Ильи, Илье, Захария, Захарии, Захарию. А изменение окончания соответствует правилу склонения обычных существительных са на конце. Пример Никита, Никиты и Никите. Поскольку в русском языке много иностранных слов и имен людей других национальностей, вторые в ряде случаев не подпадают под правила. Склонения и остаются неизменными. Это имена, заканчивающиеся на «гласный Ю-У-Ай» и «Э-Е-А». Пример Хосе Айбу, две гласные, кроме «И-Я», «Е-Я». Пример Франсуа Кача, правильное склонение отчества мужского рода, правило-пример. Отметим ряд особенностей перед переходом к склонению мужских отчеств. Классические окончания, а именно «Е-ВИЧ», «А-ВИЧ». Пример Александр Александрович, Тимофей, Тимофеевич. Добавление мягкого знака перед окончанием, если имя отца заканчивается на «Эй», то есть «Е-ВИЧ». Пример Валерий, Валерьевич. Если имя отца заканчивается на «А», то в отчестве добавляется «Ч». Пример Лука, Лукич, Никита, Никитич. Добавим таблицу с изменениями окончаний в мужских отчествах при склонении их по падежам. Правильное склонение фамилии женского рода, правило-пример. Женские фамилии имеют ряд отличий от мужских при склонении. С окончанием на «И» на «О» выменяются по падежам. Например, у Шукшиной, для Ивановой. В зависимости от особенностей склонения мужских фамилий существует разница и для женских вариантов. Например, смородина, жемчужина. В этом случае склонение в женских вариантах. Приезд Нади, Смородина и Лина, жемчужина. Если мужские варианты смородины, жемчужин, то женские. Соответственно, прибытие Зои, Смородина и Кати, жемчужины. Неударная «И» меняет окончание при склонении. Пример Валентины Глубы, Катерине Акуджаве. Похожие на прилагательные изменяют окончание по принципу склонения прилагательных. Пример Лены Великой, Татьяне Светлой. Отсутствие склонений для фамилии французского происхождения с окончанием на К, А, Е и У, Ю, Х, а также на согласную. Букву правильное склонение женского имени правила. Пример. В целом женские имена изменяют свое окончание при склонении. Есть ряд правил, которые регулируют это с окончанием на А, кроме Г, К, Ц, Х. Пример тоже окончание после Г, К, Х и отдельно после Ц. Двусложные имена на Я, а также те, что имеют эту букву безударной, меняют. Свои окончания по падежам так с окончанием на Я, кроме двусложных. Пример ниже. С окончанием на мягкий знак и шипящий, меняется следующим образом. Исключение составляет ряд женских имен иностранного происхождения. Они зачастую не склоняются. Примерами выступают те же имена, что были представлены в таблице выше, которые имеют шипящую букву на конце. Правильное склонение отчества женского рода. Правило-пример. Существует ряд правил склонения женских отчеств в зависимости от их образования от мужских имен. А именно, имена с окончанием на неударное образуют отчество цично. Если последний слог мужского имени с ударением, то и нечно. Пример Никита, Нитична, Илья, Ильинична. Если в основе имена второго склонения с нулевым и окончанием на И, то в отчестве добавляется Овна, Евна. Пример Евгения, Евгения Евна, Владимир, Владимировна. Вставляем для наглядности таблицу склонения женских отчеств. Итак, мы рассмотрели ряд правил для склонения фамилий, имен и отчеств для мужчин и женщин. А также изучили их на примерах. Практикуйте правила склонения имена, отчества и фамилии своих родных. Тогда и все правила запомнятся вам быстрее. Удачных занятий!